Экологические акции в детском садике «Сказка» проводятся каждый месяц. На них дети делятся мыслями, из чего образуются свалки и как они вредят окружающей природе. Каждый ребенок в садике знает, что такое переработка и зачем она нужна, какого цвета контейнеры для стекла, дерева, пластика, как правильно сортировать отходы. Все это они выучили путем разных игр. Хочу вас попросить, чтобы вы мне помогли рассортировать мусор по контейнерам. Также в каждой группе организован специальный уголок. Так на полках можно найти книжки, поделки детей, импровизированные контейнеры, куда ребята складывают мусор. Ребенок не только может посмотреть, он может и поиграть в игру, которая связана с раздельным сбором мусора, может и нарисовать что-то, они это делают. И совместно с воспитателем ведутся различные беседы, потому что не только это интересно детям, но и дети учат наших родителей. О раздельном сборе, переработке и каким образом эко-просвещением можно заниматься с детьми руководство садика узнало в 2010 году. Тогда несколько образовательных учреждений заинтересовались финской программой под названием «Отходы, сортировка, переработка». Но на тот момент было не до конца понятно, можно ли это реализовать в садике. Время шло, а с ним и росла уверенность, что детям и родителям будет это интересно. В поколении, начиная с маленьких детей, они должны понимать, что такое чистое производство на своем детском понимании языка, что такое раздельный сбор мусора, вообще для чего это надо. В первую очередь, чтобы, конечно, сохранить нашу природу, экологию нашей любимой страны, такой многосторонней. И, в общем-то, пришли и родители к такому пониманию о том, что да, это интересно, мы будем этим заниматься. Экологическое просвещение в садике тесно связано с повседневной деятельностью воспитанников. По всей территории расставлены специальные контейнеры, куда дети вместе с родителями могут рассортировать мусор. Частенько проходят сборы макулатуры, пластиковых бутылок, крышечек. Все это стало возможно благодаря совместному желанию родителей, детей и воспитателей изменить экологическую обстановку в городе.